уже более 10 лет продвигая сайты я заметил что постоянно обновляя свои методы продвижения каждый год в основном это связано с тем что google ну в том числе и яндекс постоянно обновляет свои алгоритмы например google делает это больше 3000 раз за год это более восьми раз в день и то что работало вчера не факт что будет работать сегодня поэтому постоянно необходимо держать руку на пульсе и внедрять что-то новое вторая причина в том что многие стандартные методы начинают использоваться многими другими и соответственно их эффективность снижается поэтому постоянно приходится искать что-то новое и в этом видео я вам покажу методы которые буду использовать в 2020 году которые действительно себя хорошо зарекомендовали отлично работают и я думаю вам стоит обратить на них внимание а также поделиться в этом видео своими методами николай потому что у него своя пачка методов и мы постоянно объединяем усилия для того чтобы получить результат кто меня не знает меня зовут литовский анатолий я директор и основатель компании seo quick а меня зовут николай шмичков я также редактор блога seo quick и руководитель русскоязычного направления первый метод на который стоит обратить внимание это новый алгоритм bird от google который вышел в 2019 году при этом google сам заявил что ничего менять не надо что этот алгоритм учитывает именно намерения пользователей но все же менять надо и я вам расскажу что необходимо поменять во-первых необходимо проанализировать выдачу и посмотреть какие сайты там ранжируются потому что многие создавали контент с одним намерением но пользователь возможно хочет видеть что-то другое к примеру если по вашему запросу ранжируются в основном какие-то списки то вам необходимо тоже сделать такой контент в виде списка какой-то полезной информации если пользователь хочет получить ответ на вопрос как вам также необходимо написать статью с ответом на вопрос как если там будет ранжироваться карточка товара или каталог товаров не пытайтесь ранжировать какие-то другие страницы это и является намерением пользователя на это обратил внимание алгоритм bird чтобы показывать именно пользователям ту выдачу которые они хотят благодаря этому методу я бы сказал что необходимо меньше обращать внимание на поисковые ключи к примеру представители bing заявили что в 2020 году поисковые ключи вообще потеряет какую-либо актуальность и самое важное это именно намерение пользователей google уже сообщил что конечно намерение пользователей важно что ключи они теряют свою актуальность постоянно но все-таки поисковые ключи они еще играют свою роль и всегда будет определенное место для оптимизации под поисковые ключи чтобы я бы вам рекомендовал первоочередно если вы создали семантическое ядро разгруппировали по посадочным страницам перестаньте пытаться копирайтеру или какому-нибудь там контент менеджеру говорить необходимо включить эти поисковые ключи в контент потому что множество сайтов топ-10 тот же я вчера спроводил свое исследование показывал вообще не имеет поисковых ключей в контенте самое важное ключи необходимо включать в тайтл и дескрипшн потому что пользователи не кликают слепой они читают тайтли они смотрят о совпадении и после этого переходят лишь 18 процентов сайтов топ-10 не имеет поисковых ключей в тайтле либо в дескрипшн если же говорить про контенту 75 процентов контента в топ-10 вообще не имеет поисковых ключей согласно анализу hrefs поэтому вам все-таки необходимо создавать контент для пользователя и копирайтер который пытается напихать множество поисковых ключей они только усложняют читаемость этого контента что я обычно делаю я беру тему я даже не смотрю поисковые ключи то есть взял тему и начинаю ее раскрывать поисковые ключи это для меня вопросы которые задают пользователи мне необходимо дать на них ответы то есть не пытаться искусственно как-то там суррогатными запросами сунуть эти ключи просто давайте ответы на вопросы будет там поисковый ключ в контенте или нет это роли не играет есть уже настолько важно один раз включите но не больше и лучше всего это сделать первые сто слов это конечно старая школа SEO но она до сих пор работает потому что многие сканируют контент я не помню точно цифры там около 80 процентов пользователей просто банально сканирует и не читает если они не нашли поисковый ключ в первые сто слов они покидают этот контент поэтому более важно в 2020 году сосредоточить внимание именно на темах на топиках не на поисковых ключах поисковые ключи необходимо для анализа намерения пользователей то есть сегодня поисковые ключи или семантическое ядро играет только одну роль чтобы понять что пользователь хочет найти а также проверить как она ранжируется какой трафик дает но мы переходим к следующему вопросу метод второй который я бы выделил для продвижения сайта это то что сейчас расширенные сниппеты доминируют больше над кликами то есть наша цель является больше не сколько получить клики с органики а сколько получить видимость и получить узнаваемость что такое расширенные сниппеты сейчас я вам расскажу как ними пользоваться что это такое в моем коротком видео в первую очередь хотелось бы узнать по поводу вообще расширенных сниппетов мы также поинтересовались мнение экспертов и я пришел к выводу что по поводу расширенных сниппетов это реальность то есть расширенные сниппеты вот я обнаружил по поводу этого в статье то есть и то что выдача без фактически фактически выдача без кликов это скорее всего реальность если мы посмотрим сейчас современную выдачу допустим спросим продвижение сайта если мы возьмем даже текущий запрос на текущий момент мы видим выдачи контекст мы видим рекламные блоки мы видим нашу компанию собственно seo quick она предлагает нами как оптимальный и мы видим в принципе очень много в выдаче элементов которые посвящены информационному контенту где в принципе выдача очень сильно меняется и все борются между собой не просто за быть в топе а выделяться среди этого топа поэтому очень важно быть не просто первым например да вот допустим вот есть визом на первом месте поэтому вопросы новый нетпик сделал вот такую ситуацию у него есть эти все раскрученные вопросы если же мы возьмем допустим технический аудит сайта аудит сайта и посмотрим допустим вот как были страница выдача тоже отличается понятно есть контекст есть эти блоки расширенных сниппетов и допустим вот мы недавно сделали себе нововведение начали бороться за вот тоже расширенные сниппеты и реализовали себе вопрос ответ оказалось это довольно просто для того чтобы захватить такого рода расширенные сниппеты для этого не требуется ну ничего сложного то есть если вы первый вопрос который мы рассмотрим у меня в тренде это как искать расширенные сниппеты как искать расширенные сниппеты это довольно просто для этого мы должны зайти на сайт ну допустим сайт конкурента можно посмотреть давайте посмотрим на сильных рынков посмотрим как они продвигаются продвигаются они же от расширенных сниппетов вбиваем допустим их ключевые слова заходим что-то у них доменов становится все меньше заходим непосредственно на ключевые слова и здесь выбираем серп фичерс и выбираем только то что нас интересует это фичерс сниппет и выводим результат таким образом я могу увидеть по каким ключевым словам они получают трафик по расширенным сниппетам нас интересует только он linkedin target речью фичерс сниппет и больше он больше никто нет ссори он так не понимает так и вот мы видим по каким ключам они получают трафик по расширенным сниппетам книги по интернет маркетингу то есть можно увидеть можно увидеть их позиции можно в принципе увидеть позиции всех страниц по которым они продвигаются по расширенным сниппетам и вы увидите что на как по каким позициям ваш конкурент продвигается в топе по расширенным сниппетам как вы видите у допустим у нет пика их всего немного то есть они он продвигался пока по устаревшей системе по брендинг если возьмем допустим всем известный сайт hubspot.com про него собственно и писали про него и говорили у hubspot даже ситуация совсем другая hubspot продвигается он живет за счет расширенных сниппетов поэтому у него больше всего часть ключей будет иметь именно расширенные сниппеты и если мы вбьем любой ключ в сша то есть вот мы в нем сейчас инста репост for instagram resignation letter вот если мы возьмем вбьем ключ на допустим зайдем сейчас resignation letter ну я увижу monster.com hubspot мне не видно но давайте мы переедем сейчас в сша мы сейчас поменяем прокси поменяем на сша и возьмем наш запрос resignation letter и посмотрим на него ищем hubspot hubspot раз расширенный сниппет ними или имеет но скорее всего развернутых вопросов где-то здесь он выводится вот по таком расширенным сниппетом собственно вот здесь и видны все можно и выловить где кто есть как мы видим ранее он был возможно где-то в одном из вопросов он есть расширенные сниппеты это один из элементов борьбы за выдачу и все у трендов 2020 года скорее всего ожидается что борьба будет вестись не ради ссылок и позиций а ради того чтобы вы уже занимаем по воззанимаемым позициям получали расширенный сниппет как выбрать какую страницу оптимизировать под расширенные сниппеты можно конечно весь сайт оптимизировать но иногда целью является да по принципу паретта до 20 процентов усилий дают 80 процентов результата поэтому эти сайты которые нужно выбрать конечно же нужно смотреть в веб-мастере ну например вот возьмем сейчас на давайте наш сайт SEOquick и посмотрим вот собственно вот наша органика да она подскочила с недавних пор и давайте посмотрим вот в разделе эффективность какие страницы нас интересуют нас интересуют страницы которые имеют максимальное количество показов не кликов а показов поэтому мы выводим по показам страницы и выводим по средней позиции вот мы видим страницы которые имеют среднюю позицию и показы как мы видим вот есть страничка promotion youtube у него огромное количество показов и ее неплохо было бы изучить давайте мы ее изучим мы скопируем эту страничку добавим сейчас страницу в URL содержащие и сейчас изучим запросы этой страницы и наша цель выловить запросы которые являются вопросительными ключами именно благодаря ним мы с удовольствием сможем выявить те ключевые слова под которые нужно заточить наш контент то есть нужно переписать статьи под конкретные заголовки я вижу вопрос как раскрутить youtube канал у этого запроса очень низкая кликабельность поэтому я считаю что нужно зацепиться за этот запрос и продвигать его то есть вот мы видим кликабельность каждого запроса поэтому мы выводим сейчас по показам и смотрим там где у нас условно говоря мы недополучаем кликов то есть профессиональная раскрутка youtube сайта профессиональная раскрутка сайта она здесь явно лишняя раскрутка youtube канала 7 процентов это хороший CTR это мусорные ключи мы на них не обращаем внимание обычно и смотрим те ключи где есть смысл за что-то зацепиться конечно же нас интересуют только показы обращаем внимание если вот есть ключ как раскрутить youtube канал шестое место 2 и 6 процентов это значит что CTR в принципе неплохой но я бы заточил заголовок страницы и заголовок один из h2 под запрос как раскрутить youtube канал например если мы возьмем другие страницы на нашем сайте окей но вы можете спросить а как подготовить свой сайт расширенным результатом как сделать так чтобы он продвигался по расширенным сниппетам мы все знаем что есть сервиса для проверки микроразметки но микроразметка это еще не гарант того что вы будете показаться по расширенным сниппетам хотя он и нужен и более того если спросить в гугле допустим утилита утилита по расширенным сниппетам мы конечно же там попадаем там расширен там расширенные сниппеты google мы даже ничего не видим мы можем перейти на утилиты посмотреть что ничего не вижу ничего не вижу если спросим вот так reach snippet testing tool мы видим инструмент проверки структурированных данных а это не он да google нам предлагает проверку структурированных данных но я нашел инструмент которым можно проверять расширенные результаты то что нам нужно возьмем для примера наш сайт seo quick.ua возьмем ту самую страничку технический аудит мы знаем что она имеет расширенные сниппеты посмотрим обе утилиты и проверим их тут можно для смартфонов для компьютеров первая утилита как вы видите показывает просто все виды микроразметки говорит как она поставлена хорошо или плохо стоят ли какие элементы стоит ли тот элемент видео как вы видите в page organization как вы видите вроде все стоит это непонятно в принципе у большинства страниц то есть эта утилита работает чуть медленнее она позволяет проверить то что нам нужно и сейчас вот мы немножечко подождем и увидим результат об этой утилите я узнал когда делал записывал свое видео которое выйдет на вышло уже скорее всего на канале про расширенные сниппеты и как ими продвигаться как увидел страница подходит для расширенных результатов вот она показывает чего обнаруженный элемент строки навигации показывает окно поиска по ссылкам логотипы видео и вот можно можно изучить отчеты о статусе расширенных результатов на моем сайте и это все можно посмотреть поисковой консоль и теперь если мы зайдем в поисковую консоль на seo quick вот здесь у нас он не подтвержден sorry мы зайдем сейчас на другом браузере выберем seo quick и сейчас структурированные данные они находятся здесь так 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 почему мы переходим все же консоль а здесь мы ничего не видим отсутствие расширенных результатов то есть так как мы видим вот можно их всех изучить вот у нас есть раздел факт проверка фактов how to вакансии логотип товар и мы сейчас будем внедрять на нашем сайте все и всем нашим клиентам будет делать внедрение и подбор оптимальных видов микроразметки тоже поэтому структурированные данные это гарант продвижения стратегии номер два в моем списке скорее всего первый экран без полноценной выдачи органики это скорее всего будущая реальность потому что выдача органики все уходит все ниже и ниже и становится более-менее развернутой но с другой стороны Екатерина Золотарева говорит что антимонополный комитет просто не даст гуглу это сделать и скорее всего гугл будет за счет расширенных сниппетов таким образом выводить в топ только те сайты которые ну наиболее полезные которые реализовали технические эти трюки поэтому нужно вовремя заскочить в поиск и успеть это реализовать третьим вопросом давайте рассмотрим параметр id этот алгоритм google внедрил еще 1 августа 2018 года многие сайты тогда попадали ну мало из них восстановилось и на самом-то деле этот параметр действительно сегодня важно что такое id это экспортиз ассоррити чаросворденность без наличия этих параметров google не будет ранжировать ваши сайты я думаю в том числе и яндекс который постоянно подстраивается под google что необходимо то есть любой пользователь прежде чем перейти на страницу вашего сайта он изучает ваш сайт к примеру если он не авторитетно если он вас не знает вероятность что он на вас кликнет значительно снижается зачем гуглу показывать сайты на которые люди просто не кликают или допустим они перешли на ваш сайт дальше они пытаются найти уровень доверия то есть к примеру зайти на страницу АНАСС почитать информацию о вас какие у вас достижения сертификаты возможно какие-то отзывы и многие сайты попадали из-за того что их сайты не вызывают доверия к примеру если вы зайдете на наш сайт вы откроете страницу АНАСС вы увидите множество фотографий фамилии вы прочитаете нашу историю для чего мы это сделали потому что это помогает вызвать доверие если вы зайдете на страницу портфолио вы увидите наши работы вы увидите реальные отзывы также можете перейти по ссылкам и увидеть что эти отзывы были оставлены на реальных крупных биржах на нашем сайте мы используем множество фотографий в том числе на практически многих страницах сайта и на главные видео используем и в блоге используем вот многие допустим создают блоги и авторы их статей ноунейм или какой-то админ но сегодня пользователю важно читать информацию от человека и написанного человеком даже если он работает допустим с компанией каждую компанию представляют люди и к примеру вот просто представьте там Дженк Лондон без любовь к жизни или допустим там Гарри Поттер без Джоан Роллинг то есть важно автор кто написал эту статью кто создал ее потому что многие не хотят читать информацию если они не знают просто банально кто написал эти статьи поэтому важно в 2020 году оптимизировать именно ваш сайт под параметр id первое это чрезвординность то есть это непосредственно вызвать доверие экспортиз это ваши сертификаты достижения вы можете указать это на странице о нас на каких-то других страницах возможно какие-то дополнительные страницы там гарантия по возврату денег и тому подобное и авторитет это ссылки которые на вас ссылаются то есть если на вас ссылаются какие-то авторитетные ресурсы большие сайты вашей ниши это помогает продвигать ваш ресурс то есть это именно авторитет поэтому Google изучает репутацию в интернете что про вас пишут смотрят допустим на наличие социала к примеру у нас на сайте множество социалок для чего для чего мы ведем эти социалки потому что 70 процентов покупателей не покупают у брендов если они их не знают и не видели в социалках поэтому мы активны на YouTube канале мы активны в социалках в том же Facebook для наших англоязычных проектов мы постоянно работаем в Twitter это делается для того чтобы вызвать доверие чтобы люди хотели у нас покупать и это действительно сегодня влияет на результаты а мы переходим к следующему вопросу четвертая SEO стратегия которая однозначно работает это scholarship links она работает уже несколько лет мы точно знаем что она работает до сих пор и эта стратегия очень простая и позволяет четко продвинуть молодой сайт в белой тематике сразу предупреждаю в нормальной белой тематике в топ в принципе за 4-5 месяцев особенность этой стратегии заключается в том что вы создаете специальную страницу пример который я покажу чуть позже Создаете специальную страницу на своем сайте, формируете список вузов, в котором вы ее планируете рассылать И, конечно же, находите контакты, кто их принимает, и рассылаете свою социальную программу Как правильно рассылать социальную программу, внимательно смотрите до конца Я расскажу эту стратегию номер 4, называемая Scholarship Links Стратегия Scholarship достаточно простая Она описана на одном из сайтов, которые мы, собственно, можем изучить, где она рассказывается, как это работает То есть вы можете детально ознакомиться, ссылочка будет в описании, как это работает Коротко, как это работает Сначала выделяется бюджет, который вы готовы инвестировать непосредственно для обучения талантливой молодежи Затем вы выбираете те темы, которые вы хотите, чтобы студенты вам раскрыли В третьей задачи вы создаете ту самую страничку с условиями социальной программы на своем сайте Для того, чтобы создать эту страничку, в принципе, не так нужно много усилий Вот наша программа здесь, она правда уже завершенная Я покажу примеры страничек, которые уже созданы у тех клиентов, которые сейчас проводят свою социальную программу И вы можете посмотреть, как она выглядит То есть они выглядят очень просто В них, в принципе, простой дизайн, в которых описан конкурс Кто может принять участие, что нужно сделать То есть направление, требования к материалам Где публиковать материалы четко написано Как надо правильно делать ссылочку на материалы Ссылочка на материал И какие сроки, и какой, конечно же, денежный приз Денежный приз однозначно должен быть прописан И партнеры, с кем работают Тут можно смело прописывать, кто уже работает с этими закладами, как говорят С этими вузами Программу проводить нужно во всех вузах своего региона Если вы работаете на всю Украину, по всем украинским вузам Если работаете в России, по всем российским вузам Если вы местечковый бизнес, то, конечно, вам будет трудно реализовать эту программу Потому что вам нужны будут все равно все вузы с этой стороны, в которой вы работаете К сожалению, одним каким-то маленьким городом сковоршип программа не сработает Поэтому даже для малого регионального бизнеса все равно нужно брать масштабы целой страны После того, как вы реализовали программу Обязательно вы должны эту страничку всем отправлять И отправлять ее нужно в вузам На примере нашей разосланной странички мы, конечно же, посмотрим И оценим бэклинки, которые мы получили Мы можем сейчас посмотреть, какие бэклинки мы сделали Мы на текущий момент получили 232 ссылки Ну, которые ссылаются на наш сайт Из 195 доминов То есть некоторые домины действительно уникальны То есть если посмотреть по стратегии роста ссылок Видно, что они идут И потом со временем какие-то домины отваливаются Ну, какая-то часть отваливается, какая-то нет Как мы видим, там, где программа закрылась Где оперативно обновляют данные, закрывают Но это не значит, что они закрываются совсем Какая-то часть ссылок остается В итоге вы получаете все равно большой прирост ссылок Для того, чтобы, в принципе, эта программа работала и обновлялась Вы можете ее продолжать каждый год То есть каждый год еще раз заново рассылать Предлагать гранты, рассылать, предлагать гранты Таким образом компенсировать потери ссылок По программе Scholarship С другой стороны, вы будете получать известность Вы будете становиться более популярным Если у вас эти программы будут регулярными Преимущество этих ссылок заключается в том Чтобы получать эти ссылки, которые ни на одной бирже Вы попросту не купите Нельзя пойти на Миролинкс и купить ссылку Там с какого-то университета Нельзя каким-то другим способом Там, не знаю, там, искать на каких-то фрилансах Чтобы вам поставили ссылки с этих вузов И они были трастовыми Ссылка, которая размещена в контенте На программе Scholarship является белой Не является черным методом продвижения Google считает его типа серым Но он не может отделить серый от белого В этом случае никак, потому что это чистые белые ссылки На них вас добровольно оставляют владельцы сайтов Не требуя за это никаких оплат Потому что вы предлагаете то, чем они занимаются И таким образом программа Scholarship однозначно работает На примере, что бы я хотел посоветовать по программе Scholarship Ни в коем случае не начинайте программу Scholarship перед зимой Лучше начинать после зимних каникул И, конечно же, ни в коем случае не начинайте ее в конце весны Потому что будут большие летние каникулы Идеальный старт программы Scholarship Это вот как раз сейчас, январь, начало февраля месяца Чтобы, в принципе, до конца весны полностью ее разослать и закончить Чтобы она по максимуму была разослана и получена владельцами вузов из этих сайтов Летом, в принципе, это мертвое время, когда ее лучше не рассылать Вы можете заняться другими стратегиями, про которые Анатолий и я расскажем вам дальше Так что следите за нами далее Пятым вопросом давайте рассмотрим краудмаркетинг Я много раз сообщал, что краудмаркетинг не работает Вы знаете, когда он появился, многие сказали, что это замена биржам арендных ссылок Некоторые говорили даже вечным ссылкам И что краудмаркетинг это будущее Но быстренько Google все прибрал к рукам И сегодня краудмаркетинг не показывает каких-либо результатов В основном это какие-то спамные блоги, форумы Почему так происходит? Потому что практически все обновились в свои плагины К примеру, если это брать какие-то форумы Они либо проставляют тег nofollow Либо вообще не позволяют оставить внешнюю ссылку То есть сегодня именно краудмаркетинг это, как правило, какие-то не обновляемые сайты У которых еще старые плагины, которые не модерируются Которые не имеют своей аудитории Соответственно, проставляют ссылки на этих сайтах Там, как правило, очень много мусора И Google это хорошо видит И не аранжирует эти сайты Поэтому краудмаркетинг в том виде В котором практически сегодня все SEO-компании продают Он не работает То есть не пытайтесь заказать краудмаркетинг Если вам обещают множество ссылок И не требуйте от вашей компании Чтобы они в краудмаркетинге сделали множество ссылок Необходимо делать упоминания вашего бренда К примеру, если мы пишем какие-то комментарии там в дискуссии Это плагин для варпресса, для каких-то блогов То есть мы пишем полезные комментарии Мы пишем полезные советы Что я делаю? Я обычно открываю множество статей Моей тематики И читаю эти статьи И пишу какой-то полезный дополняющий комментарий Принести больше ценности То есть не пытайтесь оставить ссылку Если вы будете писать классные комментарии Люди будут интересоваться, кто написал этот комментарий И именно ваше имя, как автора комментария Или просто люди будут кликать И там будет дополнительная информация о вас В том числе ссылка на ваш сайт Это и является краудмаркетинг 2.0 Который действительно дает результаты Который именно помогает К примеру, мы делаем то же самое на нашем YouTube-канале Мы заходим на популярные YouTube-каналы И пишем комментарии Люди переходят на наш YouTube-канал и подписываются То же самое работает в Facebook, в Instagram Просто найдите список популярных каналов Пишите комментарии Не пытайтесь себя продать Не пытайтесь оставить ссылку Это сегодня не работает Люди, даже если модератор не удалил эту ссылку Они не будут доверять комментарию с ссылкой В основном доверяют каким-то полезным классным комментариям После этого пользователи заинтересуются Кто написал такой умный комментарий Полезный, переходят и подписываются на вас Я вам скажу, это работает у меня в Twitter-е Это работает в LinkedIn-е Это работает в YouTube-е Это работает при написании комментариев в блогах То же самое на форумах К примеру, не пытайтесь охватить сразу тысячу форумов Сто форумов Возьмите один, два Больше не надо в вашей нише Пишите постоянно полезные комментарии Помогайте сообществу Помогая им Вы продвигаете свой аккаунт И как правило каждый аккаунт Он имеет ссылку на вас Или просто можете назвать аккаунт Названием вашей компании К примеру, вот у нас аккаунт там SeoQuick или SeoQuick Company Мы как-то так называем И люди видят, что помогал им SeoQuick И после этого они переходят на нас На наш сайт И заказывают нашу услугу И это действительно помогает в продвижении сайтов То есть краудмаркетинг в классическом виде В виде множества ссылок Не работает Потому что высокий уровень модерации Хорошие сайты, форумы, блоги Это не пропускает Какой-то спамный мусор Да, действительно Его еще полно Но там будут сотни сайтов Также сам оставлять эти ссылки Google TV Новый вид краудмаркетинга 2.0 Это когда вы пишете полезные комментарии Хорошие комментарии Когда вы даете повод перейти на ваш аккаунт Перейти на ваш сайт И заказать вашу услугу Вот это действительно работает Ну мы переходим к следующему вопросу Шестая стратегия На которой я бы хотел, чтобы вы остановились Это, конечно же, анализ CTR в поиске CTR в поиске сейчас является ключевым фактором Я рассказывал почему Связанность с факторами, которые рассказывал в пункте номер 2 Это расширенный сниппет Но привлекательность вашего тайтла является ключевым фактором Для продвижения его в кугле и в яндексе Это одинаковый алгоритм Поэтому если ваш тайтл привлекателен Однозначно я рекомендую обратить внимание на те трюки Которые точно нужно будет применять в 2020 году Итак, это шестая стратегия Это оптимизация тайтлов, чтобы нас кликали, а не конкурентов Для этих целей мы создали специальный калькулятор тайтлов Который может проверить ваши тайтлы на качество Очень простой алгоритм, который позволяет пробить все тайтлы по качеству Я взял для примера один из сайтов Мы можем скопировать его в список урлов Нажать свой список Вставить его Вы можете также проверить весь сайт И просканировать его целиком Система пока сканирует по 100 ссылок Поэтому оптимальный вариант Пользоваться свой список и использовать ручные Но вы можете всегда просканировать свой сайт в ручном режиме Итого Я хотел показать, что он работает Он говорит, где у нас некрасивые тайтлы Где у нас перегруженные тайтлы Да и визуально удобнее посмотреть Как выглядит ваш тайтл Как выглядит ваш description Сразу видно красным бросается, где у вас перегруз Где у вас некрасивые тайтлы И где вы пытались сделать тайтлы под роботов То есть однозначно нужно сравнивать уже непосредственно С семантическим ядром подобранные вами тайтлы Сравнивать с реальными запросами пользователей Подобранные как с вами тайтлы или нет На примере другого проекта мы можем это легко проверить Например, мы можем скачать сейчас самые популярные страницы Например, с сайта по производству тортов Вот, допустим, мы сейчас их откроем В виде простой таблички Вот данные Текст по столбцам Мы разобьем Google табличку по запятым И возьмем сейчас наши урлы Ну, возьмем только небольшую часть урла Наша цель всего лишь проверить И добавим сейчас Проанализируем сейчас этот проект Просто возьмем часть урла Еще раз говорю Калькулятор тайтл у нас разрабатывается Это бета-версия Вы можете принять участие в тестировании Ссылочка будет в описании Он абсолютно бесплатный Платные функции, возможно, появятся в будущем Но на текущий момент Все задачи, которые мы позволяют делать Он позволяет делать абсолютно бесплатно Вам не нужно ни за что платить Все проекты сохраняются онлайн Так что не забудьте зарегистрироваться И он говорит, какие тайтлы хорошо прописаны Какие тайтлы прописаны плохо Где они до сих пор, как говорится Слишком избыточные Например, вот на главной Я бы вот Вот, сделал бы вот следующий тайтл И он будет иметь гораздо более высокие показатели Так, баллы не считаешь А должен пересчитать Итого, мы можем отредактировать сразу все тайтлы Которые нас интересуют Где у нас хорошие показатели Здесь у нас все хорошо Можно посмотреть все ошибки, которые есть И исправить Но в первую очередь мы возьмем сейчас те тайтлы Которые нас интересуют У которых не очень хорошо все с баллами Давайте, допустим, возьмем Ради интереса торт Торт для мастера тату Мы возьмем эту страницу И изучим По каким запросам ее реально ищут А ее ищут Торт для мастера тату С днем рождения тату мастера Ну, наша цель интересует показы С днем рождения тату мастер И поэтому мы изучаем эту страницу Какой у нее тайтл Какой у нее h1 Торт на день рождения для мастера тату Соответственно, и заголовок у нее Торт на день рождения для мастера тату А по поисковым подсказкам Торт для тату мастера искала гораздо больше Поэтому я бы сделал торт для тату мастера С днем рождения То есть торт для тату мастера рождение поставил первую очередь нужно торт для тату мастера ищется в первую очередь а понятно что они все практически на день рождения и дарятся там к юбилею или в дне рождения тоже можно вторым слов порядок слов имеет значение с днем рождения тату мастера тату мастера как видите искали уже чуть реже народа поэтому торт для тату мастера с днем рождения я бы сделал именно вот так такой порядок слов сосредоточился бы на нем в принципе у нас торт для тату мастера мы на первом месте и Поэтому очень важно посмотреть, как мы выводимся. То есть, в принципе, торт на день рождения для мастера тату, номер такой-то заказать. Внешняя выдача, насколько ваш тайтл привлекательный, решает многое. Поэтому большие буквы однозначно интереснее использовать. То есть торт для тату мастера, вы видите, как вот сразу выделяется, когда тату мастер выделено большими буквами. Мое предложение. Используйте нашу утилиту, применяйте рекомендации, старайтесь вывести ваши тайтлы, чтобы они были привлекательны, старайтесь сделать, чтобы они не были слишком длинными, это очень важно. Я понимаю, для интернет-магазинов это иногда технически очень трудно реализовать, но старайтесь это сделать. Утилита, еще раз говорю, ссылочка в описании. Проверяйте ваши тайтлы и добивайтесь высокой кликабельности. Кликабельность свою вы меряете уже непосредственно по CTR. CTR должно быть высоким для этих тайтлов. И, как вы видите, кликабельность торт для тату мастера была самая высокая, потому что искали именно так. Это наиболее эффективный вариант поиска, то есть люди реагировали именно так. Эта стратегия очень простая и переходим, Анатолий расскажет о следующей стратегии. Седьмым вопросом давайте рассмотрим, почему рерайтинг мертв. Вот, к примеру, если вы зайдете в наш блог, вы увидите, что мы пишем множество статей. Я вам скажу, авторы статей это SEO-шники, специалисты, которые действительно знают, что такое SEO, что такое онлайн-реклама. И они пишут полезный классный контент. Десять лет назад, пять лет назад даже, я заходил на биржи копирайтинга, заказывал тексты, выкладывал у себя на сайте, на клиентских сайтах. Сегодня я этого не делаю, потому что это просто не работает. Если копирайтер говорит, что он пишет практически на все темы, что он знает все, это сразу похоронить проект. Потому что нельзя быть специалистом везде, работайте с копирайтером, который знает только одну тематику. То есть, либо это будет в вашей команде, либо это будет какой-то удаленный специалист. Либо вы просто самостоятельно будете писать, к примеру, как это делаю я, либо Николай. То есть, вам необходимо работать со специалистом. Даже если качество текста будет хуже, чем у какого-то копирайтера, которого высокая грамматика. Потому что люди хотят работать со специалистами, к примеру, если вы хотите поехать за границу, что вы делаете? Вы открываете какие-то сайты, там TripAdvisor, Booking, читаете Review, вы читаете отзывы людей, которые там действительно побывали. Вы не читаете труд копирайтеров, которые там написали какой-то классный текст грамматически правильно. Вы читаете людей, которые были. Поэтому важно сегодня, чтобы тексты писали специалисты, которые хорошо знают именно вашу тематику, которые работают с вашей тематикой. Как их найти, допустим, если у вас нет времени писать, и у вас в команде нет специалиста, который может это написать. Лучше всего зайдите на популярные блоги. Найдите блогеров, которые писали про вашу тематику. Проверьте их, контент ранжируется, им делится в социалках. Если вы видите эти параметры, пообщайтесь с ними, многие из них готовы будут сотрудничать. Это будет дороже, сразу скажу, чем на бирже текстов. Там, может, даже в 3-4 раза. Но качество будет значительно выше, потому что это будет писать эксперт. К примеру, вот возьмите самую обычную ситуацию. Вот вы заболели, что вы делаете? Вы звоните своим друзьям, родным, спрашиваете, где найти хорошего доктора. Если они не помогают, вы идете в Google, пишите информацию, доктор о такой-то тематике. Далее вы переходите на какие-то блоги. И если вы видите, что статью написал доктор, у которого нет опыта, просто какой-то копирайтер, какой-то заказанный текст в интернете, человек, который просто не понимает, про что он пишет, но ему сказали написать большую статью, еще написать туда, впихнуть кучу ключей, он создает вообще какую-то чушь. Это не работает. Мало того, Google это хорошо видит. Он уже научился распознавать поведение пользователей. Поэтому тексты должны писать специалисты. Пусть лучше это напишет доктор, который не умеет писать, но он напишет действительно грамотную, полезную вещь. Так же само в любой другой специфике. К примеру, если вы не умеете писать, но вы знаете ваш товар. Лучше, чем любой другой копирайтер. Напишите этот текст. Потренируйтесь, возьмите, зарегистрируйте бесплатный блокспот. Я вам скажу, что я когда начинал писать, я тоже писал полную чушь. У меня там в школе одни двойки и тройки были по русскому языку и украинскому языку. Плохо писал всегда. Но практика, она творит чудеса. То есть, если вы постоянно пишете, 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 я вам обещаю, что вы улучшите свое качество. Просто делайте это каждый день. К примеру, вот Сев Годин говорил, вы знаете, почему я классно пишу? Да я не родился копирайтером, я не родился автором. Я просто пишу каждый день. Копирайтинг это мускул, который, допустим, спортсмен входит в зал, постоянно качается, тренируется. Он повышает свой результат. То же самое копирайтинг. Если вы пишете каждый день, вы поднимите свой уровень и качество текстов. И тогда вы можете эти тексты выкладывать на сайт и они будут хорошо ранжироваться. Ну а мы переходим к следующим вопросам. Восьмая стратегия продвижения сайтов. Она будет достаточно необычной, нестандартной. Возможно, вы о такой не слышали. Буквально несколько лет назад, там два года назад, стало модно писать лонгариды. Лонгариды это большие статьи, там от 8 до 12 до 15 тысяч символов на своем сайте. В чем преимущество было лонгаридов? Когда у вас есть контент, у конкурента есть контент, ваш должен быть более полным и длинным. И вы стараетесь пишите больше, длиннее, огромнее. В итоге, получается, конкуренты тоже пишут длиннее, огромнее. И вы уже соревнуетесь такими книгами. И для поисковика слишком длинный контент это тоже плохо. Но как же делать так, чтобы нас читали, чтобы нашу большую статью читали? С недавних пор, вот мы заметили, Моском уже реализовал это и прекрасно чувствует себя ранжируется. Ссылочку на эту статью Москома я оставлю в описании. Это разбивание контента по блокам и реализация содержания перехода по внутренним статьям. Простейший трюк, когда вы пишете статью под важный ключ, она короткая, а в ней внутри с ссылочками делаете главы. И каждая глава реализована отдельно. Более того, вы можете сделать вообще переключение между главами в виде сбоку содержания базы знаний, либо в виде кликабельных якорей на непосредственной контенте. То есть вы либо можете реализовать переходы непосредственно на разные страницы сайта, либо же реализовать якори по H2, H3 непосредственно в содержании вашего большущего лонгрида. У нас на нашем блоге мы реализовали вторую стратегию, но вы можете реализовать и первую, как реализовал Москома. Итак, следующая стратегия 2020 года я назвал бы это кластеризацией лонгридов. Когда вы берете ваши лонгриды и под алгоритм стратегии номер один Берт, переписываете непосредственно все лонгриды, разбивая их по главам. Мы сейчас тоже заняты этой работой, наши клиенты будут заниматься этой работой, и я всем рекомендую заниматься именно работой тем, что все хорошие статьи, которые у вас есть, занимайтесь подготовкой и оптимизацией разбивки по кластеризации по популярным запросам. Иногда контент нужно просто грамотно рассортировать, чтобы он отвечал уже на реальные запросы пользователей. Девятым вопросом давайте рассмотрим, зачем необходимо забыть про продажи. Я постоянно общаюсь с нашими потенциальными клиентами, которые к нам приходят. Я вижу у всех одну и ту же ошибку. Многие причем приходят с других SEO-компаний, которые там по несколько лет пытались их продвинуть, не продвинулись, или там клиенты самостоятельно пытались продвинуться, также не продвинулись. Основная причина заключается в том, что все сразу пытаются себя продать. Создают коммерческие страницы и пытаются их продать. Если бы вы пришли ко мне 10 лет назад, я бы вам сказал, круто, это правильно, это работает. Сегодня это не работает. Во-первых, огромный уровень конкуренции, 1 миллиард 700 миллионов сайтов. Все хотят продавать. Google лучше ранжирует именно инфо-контент. Это какие-то статьи блогов, это какие-то, скажем так, любая другая полезная информация, которая больше информационная. Чтобы продвинуть те же коммерческие страницы, есть и запросы коммерческие, даже для создания ссылок необходимо продвинуть инфо-контент. Получаете внешние ссылки, а потом внутреннюю делаете перелинковку и продвигаете свой коммерческий контент. Огромная ошибка многих сайтов, что они сразу создают проект и начинают с коммерческих страниц, пытаются это продвинуть, при этом у них никакого инфо-контента нету, и они никуда не могут продвинуться по несколько лет, сколько бы они ссылок там не создавали, какими методами они не создавали эти ссылки. К примеру, вот вы заведите на наш сайт. У нас много инфо-контента, это статьи блогов, это нами написано, это нашими удаленными специалистами написаны, но это статьи, которые помогают продвигать наш сайт, помогают продвигать наш продукт и дают результаты. То есть те сайты, которые концентрируют свое внимание только на продажах, они проигрывают, и это практически делают все. Сегодня это не работает. Если вы создали проект, начните просто с блога, пишите классные и полезные статьи, что-то интересное, новое, найдите темы, которые не раскрыты в интернете. Большая ошибка, что многие находят какие-то общие темы и пытаются написать по ним статьи, но если уже там написано много тем, вы их не переранжируете, это действительно сложно. Если у вас есть высокий уровень авторитета, к примеру, как у нашего сайта, когда я написал статью про движение в Instagram, тема просто мега конкурентная, там много трафика, я вам скажу, без каких-либо внешних ссылок, эта статья зашла в топ-3 и она до сих пор генерирует огромный трафик. Почему так происходит? Потому что у нас есть авторитет, это позволило продвинуть эту статью, и статья действительно классная, полезная. Но если вы начинаете с нуля, если у вас нет этого авторитета, лучше продвинуть какой-то простой инфоконтент, найдите классный контент-план, по которому нет высокого уровня конкуренции в интернете и продвигайте его, напишите эти темы, продвигайте. Потом создавайте только коммерческие страницы, когда у вас уже есть аудитория, когда у вас уже есть трафик, когда у вас есть результаты. Если у вас всего этого нет, вы результатов не получите, то есть вы не продвинете коммерческие страницы. Как бы банально это ни звучало, сегодня, чтобы продавать, надо забыть про продажи, надо принести пользу, принесите пользу, помогайте людям, только тогда вы получите результаты. Ну а мы переходим к следующим вопросам. Стратегия номер 10, которую я бы хотел, чтобы вы обязательно реализовали для своего бизнеса, это конечно же видеоконтент. Видеоконтент становится необычно популярным последние несколько лет. Мы заметили, что мы когда вошли в этот рынок, начали глубоко его изучать, мы заметили, что конкуренция на этом рынке достаточно небольшая. И в принципе, сама платформа по созданию видеоконтента не позволяет сильно конкурировать друг с другом. То есть вы как бы вроде бы и конкурируете, но вы собираете свою базу, свою аудиторию, которая вас предпочитает, в отличие от борьбы за SEO, где вы все на равных. И в принципе, выбор между лучшим решается сиюминутно, здесь и сейчас, в то время как с соцсетями все гораздо сложнее, с YouTube, тем же, который сейчас популярен, как видеохостинг, гораздо проще. И все на то причине, что YouTube принадлежит Google. Это во-первых. Во-вторых, YouTube даже выводится в Яндексе. Это значит, что если вы создаете свой YouTube канал и грамотно его оптимизируете, значит вы будете вылетать стабильно как в Яндексе, так и в Гугле. Это значит, что Google выводит отдельный блок расширенных сниппетов под видео. И нужно просто проанализировать те запросы, где есть видео, и создавать свой видеоконтент. Как же это сделать? Я вам подскажу простейший трюк, который мы реализуем всем нашим клиентам. Если у вас это до сих пор не реализовано, напишите мне, и я смогу вам это сделать. Это называется сбор семантического ядра для создания видеоконтента. Стратегия сбора этого семантического ядра достаточно простая. Моя задача собрать большое количество поисковых подсказок. Эти поисковые подсказки проверить, генерируют ли они показ в выдаче сниппета видео. Учтите, что сниппет гарантируется не в 100% случаев. У вас может он не сработать, а у большинства сработать. Поэтому проверять нужно разными методами. Это могут подойти сервисы. Тот же HLEVS, тот же SERPSTAT. Расширенные сниппеты видео нужно вылавливать. Затем собрать все эти ключи и, конечно же, кластеризовать. Где кластеризовать? Можно, конечно же, в нашем кластеризаторе. Это сделать очень просто. Итак, я подготовил список ключевых слов, которые мы сейчас загрузим в наш кластеризатор. Я выкачал списочек, который мы сейчас в него загружаем и подождем. Система распознает автоматически ключевые слова, исключает мусорные и оставляет только ключевики. Единственный момент, система не знает синонимы. Поэтому, если какие-то слова у вас являются синонимами, допустим, там, там, если есть одно слово, допустим, может звучать по-разному, то есть, то, понятно, я бы рекомендовал эти синонимы прописать. Допустим, микроблейдинг и татуаж, если это одно и то же, то прописать это в синонимах. Представим себе, что я считаю, что это не синонимы, вот, и однозначно вывешу отдельно, то есть, пудро, то есть, все эти вещи я оставлю просто как не синонимы. Здесь же, на самом деле, в этой системе вы прописываете через запятую, если одно слово является синонимом другого. Вот. Итого мы видим ключи для YouTube. То есть, наращивание ресниц, это, само собой, самая трафиковая тема. Под это видео нужно делать какой-то хороший курс. Ламинирование ресниц, есть отдельная страница, то есть, можно неплохо сделать, в принципе, ключевики по ним. Татуаж бровей, как вывести татуаж бровей, как мы видим, вот есть третий блок. Точно так же, перманентный макияж, курсы перманентного макияжа, обучения микро-макияжа, перманентного макияжа. То есть, вот вам пример ролика, который можно смело снимать. То есть, татуаж губ, нарощенные ресницы, микроблэдинг бровей. Как видите, я потратил, сколько времени, вот, я потратил полторы минуты, и я собрал семантику для съемок видео, просто по одному из конкурентов. Если я соберу такой обширный список по всем конкурентам, по всем ключам, вытащу только те ключи, которые генерируют видео-выдачу, то я гарантированно буду снимать видео, только потому, что если, как вы видите, здесь нету всякой цены, ничего этого нет. Эти запросы не генерируют показы видео. Я оставил только те, которые генерируют показы видео. Потратим на это всего лишь полторы минуты. То есть, не стоит тратить кучу времени, кучу денег на сбор ключей для YouTube. Нужно просто взять ключи, прогнать их на наличие или отсутствие элементов видеоэлементов, это через ряд сервисов, и эти ключи использовать для сбора семантики для YouTube. они являются первоосновой. Затем уже мы берем запрос наращивания ресниц и смотрим в выдаче те самые видосы, которые тут есть. И мы видим средний хронометраж, какие виды видео здесь есть. Как вы видите, хорошо ранжируются видосики, которые подлиннее, и однозначно на них следует сосредоточиться. Конечно, есть и короткие видосы, но нужно детально изучать, что в этом видосе конкретном такое классное, что он такой популярный. Обычно длинные видосы выживаются лучше, чем короткие. Это очень простой урок, и вы можете посмотреть на примере нашего YouTube канала, как этот урок работает. У нас большую часть органики, трафика дают именно вот эти видеоэлементы, а не сам YouTube. Это моя стратегия по продвижению сайта в 2010 году. Одиннадцатым вопросом давайте рассмотрим черные методы продвижения. Сообщая сразу, они не работают. Это мое мнение, точка другого мнения не будет. Вы меня не переубедите. Я знаю, что многие SEO-компании до сих пор утверждают, что это работает, что PBN-ы работают, что какие-то там спамные ссылки работают, биржи ссылок работают. Не работает это все сегодня. Самый простой метод проверить. Спросите эти SEO-компании, которые вам пытаются продать эту услугу, почему они эти методы не применяют для своего сайта? Почему они весь этот мусор, грязь не применяют для своих сайтов? Работают сегодня только белые методы. Это создание классного контента и это создание ссылок именно белыми методами. Ну, плюс внедрение каких-то же продвижения в социалках. Это все помогает продвигать. Но многие компании, которые обещают вам, что черные методы сработают, это не сработает, потому что поисковики научились это определять. Если не досконально, то почти досконально. Если вы еще надеетесь, что где-то вы сможете, не факт, что это будет работать завтра, потому что поисковик продолжает усиливать внимание к черным методам. Он уже спалил PBN-ы, то есть об этом даже писал Ahrefs, что их алгоритм позволяет спалить практически любой PBN, что говорить про Google с его ресурсами огромными. Черные спамные методы, они не работают. Посмотрите на наш сайт. Мы нарастили трафик плюс 600%, более 600% для SEOquick.ru. Мы не использовали никакие черные методы. Мы писали классный контент, мы создавали ссылки белыми методами и это действительно дало результаты. Я вам скажу, не надо создавать черными методами ссылки, причем возьмите нашу темантику. У нас интернет-реклама, мы конкурируем с такими же маркетологами, как и мы. При этом наш сайт продвигается, мы дальше растем и получаем результаты. Поэтому, если кто-то вам говорит про черные методы, забудьте, это не работает. Внедряйте белые методы. Белые методы действительно классно работают, это не быстрая стратегия. Сегодня быстро вообще невозможно заработать, потому что нереально огромный уровень конкуренции. Все, что вам необходимо создать правильный грамотный контент-план, не пытаться конкурировать с крупными брендами и продвигаться белыми методами. Если же кто-то вам до сих пор говорит, что черные методы работают, пусть покажут, где, какие сайты ранжируются по их черным методам, они ссылки туда купили, чтобы они там разжировались действительно в топ-10. Нормальные классные сайты не используют черные методы и действительно получают высокие результаты. Завершающая 12 стратегия в этом ролике, но не в целом в этом году, это стратегия, которую довольно, я считаю, забыто и заброшено. Это сабмитинг в каталоге. Не прогон по каталогам, не стоит путать, а именно ручной сабмитинг в трастовые каталоги. Что такое трастовые каталоги? Трастовые сайты, которые имеют высокую видимость, высокий трафик и которым доверяют пользователи. Вы можете сказать, так я вроде бы там есть. На самом деле, я когда проверяю большинство наших клиентов, я их в этих каталогах не нахожу. В первую очередь, самый популярный каталог это Google мой бизнес. Анатолий снимал про продвижение сайтов по локальному бизнесу и очень много посвятил этому времени. Я ссылочку оставлю на этот ролик в описании, так же как и на текстовую его версию. Есть же и так же в Яндексе Яндекс справочник. Я считаю, что Яндекс справочник это то, что вы должны регистрировать обязательно, потому что он не требует сложных каких-то манипуляций, позволяет регистрировать даже в Украине сайты, которые Яндекс заблокируют. И в принципе большой трудности это не составляет зарегистрировать себя в справочнике Яндекса. Там все довольно просто, заполняете как анкетку и отправляете на модерацию. Система верифицирует, что такое есть и все. Следующее, на что бы я обратил внимание, конечно же, это добавление вас в той же Google сервисе и Яндекс сервисе. Если вы интернет-магазин, однозначно в Google сервисе нужно добавиться в Google мерчант. В Яндексе нужно в Webmaster заполнить галочку магазин, Яндекс магазин. Это делается тоже в Webmaster. Я про это рассказывал в прошлых видео, как это реализовать. Это позволяет добавить вам расширенные сниппеты и показываться более на высоких позициях как интернет-магазин. Это довольно просто. как вы скажете, Николай, где же все каталоги. А теперь я покажу, как искать те самые редкие каталоги, которые должны находиться в топе. Итак, поехали. Конечно же, мы обратимся к нашей утилите, бессменной утилите поиск блогов и каталогов. Эта утилита пригодится, в принципе, для любых задач, как и для аутрича. Но я ее использую обычно для поиска каталогов, когда мне, честно говоря, лень гуглить. Но я подскажу и другие трюки. Это просто утилита экономит время. Она позволяет очень сильно экономить время, потому что я беру, например, запрос, вбиваю его в поиски и прогоняю сразу много вариантов выдачи. Но нас интересует только поиск каталогов. Поэтому я беру, непосредственно, открываю все элементы выдачи, которые я вижу здесь в топе. И у меня создан сейчас скрипт. Скоро этот скрипт будет интегрирован прямо в утилиту и вам не придется даже открывать вкладки. На текущий момент я пользуюсь пока ручным скриптом, в котором я вижу все элементы выдачи. Я их просто копирую, создаю файлик и вставляю. Соответственно, единственный момент, как вы видите, элементов выдачи не так много. Это нормальное явление, если выдача действительно зажата. То есть я смотрю дальше, смотрю следующий. Сколько здесь их? Здесь у нас их чуть больше. И добавляю следующий элемент выдачи. Потом проходим дальше. Нажимаю снова этот скрипт. Перехожу вниз. В чем преимущество моего метода? В том, что я сразу тяну не просто URL-ы, а исключительно тяну title-ы и description-ы, что позволяет мне в принципе избавить себя от мусорных каталогов и сразу оставить себе только то, что меня интересует. То есть и теперь смотрим дальше. Наращивание ресниц. Последний справочник. Смотрим. Здесь их немного. Некоторые будут повторяться. Почему я люблю Excel? Потому что Excel пока мне позволяет без проблем избавиться от дублей и не требовать никаких сложностей. Обращаю внимание, это реальная выдача. Ну то есть это то, что есть выдача. То есть все, что в выдачу не попало, нас, как говорится, не интересует. Есть ли моменты? Я только сейчас заметил, что он все запятые расколбасил и нас это, конечно, портит всю картину. Но нас это не волнует. Нас интересуют справочники. Справочник. Мы помечаем то, что нас интересует в желтеньке. Помечаем каталог предприятий, организации, каталог, каталог мастеров, как мы видим. И само собой справочники, каталоги. Вот это все вот у нас здесь есть. Справочник. Вот мы еще берем, выделяем. Единственный момент, что у нас уже рассыпалось это все. То есть, поэтому надо было изначально убирать фильтрацию по запятой. Что это значит? В принципе, можно здесь увидеть все то, что нас интересует. Затем я фильтрую по цвету то, что мне нравится. Вот мои ссылки для каталогов. И моя задача, конечно же, избавиться от дублей. Дубли мне надо убирать в доменах. Поэтому я сейчас должен буду убрать дубли исключительно в доменах. Для этого я беру, вставляю здесь пустую колонку, копирую все домены, которые меня интересуют. Вот в этом списке. Сейчас сортирую по цвету, где нет заливки и убираю их. Они мне не нужны. Ну, условно говоря, считаем, что там ничего нет. Вот я оставил только этот список и теперь мне нужно избавиться непосредственно от дублей. Это сделать очень просто. Мы тоже создали соответствующую утилиту, которая позволяет избавиться от дублей. Утилита очень простая. Вы даете список ссылок, вставляете, копируете и в эту же колонку сразу же вставляете. Вот. На что я бы обратил внимание? Для этого сейчас нам нужно сделать пустую колонку, назвать 1, 2, 3 и просто данные сделать фильтр. Теперь я беру, сортирую данные, точнее, не сортирую данные, я теперь должен убрать дубли по колонке С. Я беру, удаляю тубли по колонке С и остаются каталоги, на которые точно нужно зарегистрироваться. Это те каталоги, которые есть в Киеве. Вот и все. Я потратил 4 минуты на то, чтобы собрать базу данных каталогов и теперь нужно только на них зарегистрироваться. Конечно же, я тратил время очень быстро, возможно, что-то пропускал, где-то интуитивно кого-то выкинул. Но я выбрал те, которые я посчитал нужными. Само собой, когда делается данный, сделается более глубоко и более внимательно, вдумчиво пересматривается с парсинной таблицей. Более того, берется не только один ключ, берется там студии, фотосалон, то есть перебирается большое количество ключей для этого самого парсинга. Результат все равно один и тот же. Вы получаете базу каталогов, на которой есть смысл регистрироваться. Здесь, как вы видите, могут быть не ваши. Понятно, что их нужно удалять и уходить только тоже туда, куда вам нужно. Как вы видите, что есть возможно в каталоге статей, это тоже все нужно пропускать. В итоге саммитинг в каталоге, почему мы заметили, что это работает? Срабатывает прекрасно, потому что если вы присутствуете в каталогах, на них могут оставлять отзывы. Отзывы можно чуть-чуть помогать, я про это рассказывал в своем видео про репутацию. Отзывам можно помогать, на них нужно реагировать, на них нужно отвечать. Более того, даже всем известным Google каталог, например, это справочник, мы заметили, что люди начинают задавать вопросы. Если зайти к нам на SEOquick, можно увидеть, что люди задают непосредственно вопросы и на них мы даем ответ. Обязательно задайте для примера несколько хотя бы вопросов, сами на них ответьте, но эти вопросы нам задавали непосредственно наши клиенты и мы начали на них отвечать. Анонсируйте вопрос, эту ссылочку можно отправить и отправить, попросить, сделать из нее Bitly ссылку, чтобы она была короткая и отправлять ее для того, чтобы пользователи задавали вам вопросы сразу на Google картах, на Яндекс картах, где угодно, где вам нравится. И таким образом вы будете получать рост своего каталога и соответственно рост своего сайта. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш YouTube канал, пишите комментарии, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах. Мы обещаем в 2020 году предоставить еще больше классного контента на нашем блоге и YouTube канале. И до новых встреч!